5 июня Владимир Путин торжественно открыл памятник Александру Третьему в Гатчине. Торжества были приурочены к 175-летию этого русского царя. Владимир Владимирович не жалел похвал в адрес покойного императора. С точки зрения Путина, Александр Александрович был не только хорошим правителем для своего времени, но и примером для России современной. Он любил Россию, жил ею, стремился сделать все для ее поступательного и уверенного развития. Для защиты интересов и укрепления российской державы в Европе и в мире. То, что наши консерваторы в поисках исторической опоры обращаются именно ко временам Александра Третьего, вполне закономерно. С одной стороны, это был царь, который наводил железный порядок жесткой рукой. Борец с революцией, народными протестами и всяческим инакомыслием. С другой стороны, в отличие от своего деда Николая Первого, проводившего сходную политику, но закончившего свое правление проигранной Крымской войной, Александр Третий кажется вполне успешным правителем. Во время царствования Александра Александровича Россия ни разу не воевала, и царь даже получил прозвище «миротворец». Страна активно развивалась, богатела, строились заводы, фабрики, железные дороги. Александра Третьего называют примером консервативной модернизации, то есть такой, где политических свобод обществу не дается, но при этом экономика развивается, военная мощь растет, внешнеполитический вес страны прибавляется. В общем, чего вам еще не хватает? Давайте разберемся, что из себя представляла противоречивая и трагическая, но важная эпоха Александра Третьего и что она принесла России. Поговорим сначала о том, какую страну царь принял в 1881 году. Про великие реформы Александра Второго у нас был отдельный ролик, я советую вам его посмотреть, там подробно изложено, чего удалось добиться. Но если вкратце, при Александре Втором были проведены либеральные реформы колоссального масштаба. Было отменено крепостное право, это почти что рабство русских христиан. Смягчена цензура, в результате чего в стране возник целый спектр политической прессы самых разнообразных оттенков. Введены суды присяжных и автономии университетов. Создано местное самоуправление, земство. А в 1881 году глава МВД Михаил Ларис Меликов даже представил императору проект создания общероссийского законосовещательного органа, по сути, некого аналога парламента. Все это было хорошо, но была и обратная сторона медали. В последние годы правления Александра Второго в России произошел небывалый подъем революционного движения. Молодые люди, студенты, выходцы из небогатых и незнатных слоев, получившие в результате реформ доступ к образованию и возможность социальной активности, требовали от власти продолжения реформ. Как минимум, конституции, упорознение самодержавия и решение вопроса крестьянского малоземелья. В результате освобождения крестьян львиная доля земли оставалась у помещиков. На этой почве в стране получили распространение социалистические идеи. Это ведь как раз была эпоха зарождения марксизма, как новой идеологии. Но легально вести политическую деятельность эти люди не могли. И поэтому уходили в подполье и радикализировались. Страну охватил революционный террор. За последние три года правления Александра Николаевича произошли десятки терактов против губернаторов, министров и даже самого царя. В конце концов, очередное покушение оказалось успешным. 1 марта 1981 года террористы из Организации Народная Воля бросили самодельную бомбу в императорскую карету. Император получил смертельное ранение и умер. И на этом фоне многим стало казаться, что либерализация общества во время великих реформ сделала только хуже, ослабила государство. Ведь на самом деле суды присяжных зачастую оправдывали революционеров. Наиболее знаковым тут оправдательный приговор был Вере Засулич, которая 5 февраля 1978 года выстрелила из револьверов петербургского градоначальника Федора Трепова, ранив его. Присяжные внезапно признали выстрел Засулич законной акцией протеста. Ну а либеральный глава МВД Михаил Ларис Меликов до последнего пытался при борьбе с революцией уважать права человека. Все это с точки зрения противников великих реформ приводило к тому, что власть боролась с радикалами не так эффективно, как могла бы. И на фоне таких настроений на российский трон вступил новый император. Разговор о личности Александра Третьего хотелось бы начать с интересного факта. Александр Александрович, возможно, оказался первым правителем России, чей голос был записан. Тогда уже существовали фонографы, которые могли записывать звук и восковой валик. И в 2007 году в Дании нашли один такой валик от фонографа, где вроде бы записан голос Александра Третьего и его жены, датской принцессы Марии Федоровны. Правда, не все историки согласны, что это голос императора. Давайте послушаем эту запись. ПЕСНЯ Александр Третий был вторым сыном в семье. Его отец изначально не думал, что передаст трон именно «бульдожке», как родные называли слегка нелюдимого Александра Александровича. Трон должен был унаследовать старший сын Александра Второго Николай. Но в 1864 году цесаревич Николай Александрович внезапно заболел туберкулезным менингитом и умер. Прививок тогда не было. Александра Александровича все-таки заблаговременно начали готовить к императорским обязанностям. Пусть не с рождения, но и с 19 лет. Будущий самодержец изучал историю, политическую экономию и статистику, право, теорию военного искусства, историю литературы. Ну, считай, мой видеоблогик смотрел. Учителями его были лучшие ученые своего времени. Историю, например, ему преподавал великий русский историк Сергей Михайлович Соловьев, который смог привить будущему императору любовь к прошлому России. Александр Третий, еще будучи наследником престола, создал русское историческое общество. И до своей смерти был его первым председателем. Но главным наставником, однако, стал преподаватель права Константин Победоносцев. На нем стоит остановиться поподробнее, поскольку Победоносцев стал не только учителем будущего императора, но и оставался одним из его главных советников все время его правления, и потом даже был советником его сына Николая Второго. Константин Петрович Победоносцев был одним из крупнейших юристов своего времени. Он преподавал право в Московском университете, где защитил докторскую диссертацию. Параллельно с научной деятельностью Победоносцев активно участвовал в политике. Он был одним из авторов судебной реформы Александра Второго, а в самом конце правления Александр Второй назначил Победоносцева оберпрокурором Святейшего Синода, своего рода гражданским патриархом. Константин Петрович начинал как либерал и даже дружил в молодости с Белинским, и другими вольнодумцами Николаевской поры. Но со временем под влиянием в том числе и народовольческого террора он превратился в однозначного сторонника установления порядка жесткой рукой. Его идеалом была жесткая самодержавная власть монарха, которая отвечает только перед Богом. Демократию и парламентаризм, вроде существовавших во Франции или Англии, он отвергал. С его точки зрения власть можно доверять только специально подготовленным и обученным людям. Такие взгляды он привил и своему воспитнику. Александр Третий твердо придерживался нескольких однажды усвоенных простых идей. Я, говорит, никогда не допущу ограничения самодержавной власти, которую нахожу нужной и полезной для России. Царь искренне считал, что русский народ любит царя, и что ему, народу, не нужна никакая формальная конституция, когда есть самодержавие и монарх, который этот народ тоже любит. Уверенность в преданности народа сочеталась у царя с недоверием к зараженной европейским духом интеллигенции. При этом никакой ответственности монарха, кроме ответственности перед Богом, Александр Александрович не признавал. Свою позицию по проекту введения в Россию конституции он выразил словами. Конституция? Чтобы русский царь присягал к каким-то скотам? Вернемся к событиям, последовавшим за убийством Александра Второго. Сразу после смерти императора было собрано заседание министров. Они должны были обсудить проект главы МВД Лорис Меликова о введении законосовещательного органа. Даже не парламента, а просто консультационного общественного совета. Предварительно Александр Второй за день до смерти одобрил этот проект, но теперь был подан первый знак, что времена изменились. Оберпрокурору Синода Победоносцеву удалось убедить министров не голосовать за проект Лорис Меликова. Как заявил на том совещании Победоносцев, парламент это говорильня, а говорильня нам не нужна. Знакомые слова, да? Не место для дискуссий. Совет министров раскололся почти пополам, но большинство было за противниками реформ. Конституция Лорис Меликова была сдана в архив. Александр Третий прокомментировал это так. Слава богу, этот преступный и спешный шаг к Конституции не был сделан. 29 апреля Путин издал манифест, где провозгласил намерение охранять самодержавную власть. Для блага народного от всяких на нее поползновений. После этого либеральные министры, включая Лорис Меликова, вышли в отставку. Покинуть свой пост пришлось и председателю Государственного совета, великий князь Константин Николаевич. Он выступал двигателем великих реформ, которые были раньше. Вся когорта либеральных политиков эпохи Александра Второго была разгромлена и отстранена от власти. Ну а новое руководство страны пришло к наведению порядка так, как они считали нужным, то есть путем репрессий. К августу 1881 года было утверждено положение об усиленной и чрезвычайной охране. Любая местность могла быть объявлена на положение чрезвычайной охраны. В этом случае власти получали право распускать органы местного самоуправления, закрывать печатные здания, учебные заведения и торгово-промышленные предприятия, придавать жителей военному суду или вообще без суда отправлять их в ссылку сроком до 5 лет. Положение считалось временным, но возобновлялось каждые 3 года, вплоть до революции 1917 года. Нельзя сказать, чтобы это не давало свои плоды. Действительно удалось резко снизить количество терактов в стране. Полиции и охранке удалось достаточно быстро разгромить народную волю. В 1883 году была арестована последний член ЦК организации Вера Фигнер. А 1 марта 1987 года произошла последняя в 19 веке в России попытка теракта. Уцелевшие народовольцы попытались отметить убийство Александра II, убив нового императора. Им это не удалось, и организаторов повесили в Шлиссельбурге. К слову, среди казненных террористов тогда оказался студент Петербургского университета Александр Ульянов, старший брат Владимира Ленина. После этого терактов в России не было 15 лет. Конечно, силовых методов для подавления революции было недостаточно. Поэтому вслед за карательными мероприятиями начались меры по воздействию на настроение общества. Первой целью стала пресса. Как мы помним, после великих реформ при Александре II в России были времена относительной свободы слова, когда в прессе существовал полный спектр мнений от консервативных до социалистических. Но теперь это для власти было неприемлемо. В 1882 году были утверждены временные правила о печати. Отныне редакции газет, получившие три предупреждения, обязаны были после возобновления издания предоставлять номера на предварительную проверку в Роскомнадзор, который мог приостановить их выход без судебного решения. По требованию власти редакция должна была сообщать им имена авторов, публиковавшихся под псевдонимами. Учрездалась Верховная комиссия по печати, которая имела право окончательно прекратить издания газет и журналов с воспрещением редакторам и издателям онных быть впоследствии редакторами или издателями каких-либо других периодических изданий. Главное цензурное управление постоянно издавало циркуляры, запрещавшие обсуждать в печати те или иные стороны российской общественной жизни. Так, без предварительного согласия властей не разрешалось рассказывать о деятельности земств и городских дум, то есть о деятельности местного самоуправления, что вообще-то норма для прессы. Запрещалось освещать судебные процессы над террористами, сообщать о студенческих волнениях, касаться неприязненных отношений крестьян к землевладельцам, затрагивать вопрос о переселении, публиковать статьи, в которых приводится мысль о пользе или справедливости изменения поземельного положения крестьян. Доходило до абсурда, хотя все описано и уже абсурд, но доходило и до большего абсурда. В 1986 году было, строжаясь, запрещено упоминать о 25-летнем юбилее отмены корпусного права. В знак протеста газета «Русские ведомости» в этот день вообще не вышла, отметив Великий день освобождения демонстративным оболчанием. Как результат, к началу 1890 года большинство газет и журналов либеральной направленности в России оказались закрыты. Цензура не ограничивалась периодической печатью. За время правления Александра Третьего были запрещены 72 книги. Среди них были публицистические произведения Льва Толстого, повесть «Трущобные люди» Владимира Гелировского, сочинения Николая Лескова, отверженные Виктора Гюго. Цензура не оставляла своим вниманием и ранее изданные книги-журналы. В 1894 году список книг разных лет издания, которые полиция требовала изъять из библиотек, включал 165 названий. Книги Гаршина, Добролюбова, Короленко, Гарина, Михайловского, Писарева, Помиловского и так далее. То есть под запретом оказалась добрая половина того, что мы сейчас считаем русской классикой. Следующей целью стала система образования. Власти, как и сейчас, озаботились тем, что молодые люди придерживаются радикальных оппозиционных взглядов, и что на митингах и в революционных кружках много студентов. Ответ тоже оказался вполне нам знакомым – взять образование под строгий контроль. В 1882 году министром просвещения с подачи победоносцева был назначен крайний консерватор Иван Делянов, до этого возглавлявший публичную библиотеку. Так тогда называлась Российская национальная библиотека в Петербурге. Два года спустя был утвержден новый университетский устав. Отныне ректоры, деканы, профессора более не избирались учеными советами, а назначались министром просвещения. Был ликвидирован университетский суд, то есть студентов за проступки, скажем, за участие в митингах, теперь судили в судах общей юрисдикции. Большую власть получил инспектор университета, чиновник, назначавшийся министром просвещения. Таким образом, автономия университетов была по существу ликвидирована, в 1885 году снова была введена форма для студентов, отмененная при Александре II. В 1887 году Делянов предписал для предупреждения увлечения легкомысленной молодежи политическими агитаторами взять у всех студентов подписку о неприятии ими участия в каких-либо сообществах, как, например, землячествах и т.п., а равно о невступлении даже в дозволенные законом общества без разрешения на то, в каждом отдельном случае, ближайшего начальства. Но политика Министерства просвещения, рассчитанная на удушение всякого студенчества, студенческого движения, привела к обратным результатам. Студенческие волнения охватили Киевский, Московский, Петербургский, Казанский, Харьковский и Невороссийские университеты. Кстати, в студенческих волнениях в Казани участвовал 17-летний студент-юрист Владимир Ульянов, которого по итогам отчислили из университета и сослали в деревню. Большинство историков отмечают, что до этого события будущий Ленин о революционной карьере даже не задумывался, был себе обычным студентом. Итоги университетской контрреформы подытожим словами одного из попечителей учебных округов. Устав 1984 года, имевший прежде всего в виду усиление власти в университетах, лишил ее в сущности прочной опоры и повел, в конце концов, полной дезорганизации университетов. Средняя школа, гимназия и реальные училища подверглись меньшему давлению, хотя определенные меры были предприняты и там. Классным руководителям и инспекторам предписывалось тщательно следить за тем, с кем общаются и какие книги читают их воспитники. Что нам тоже знакомо, в общем-то. Была несколько изменена учебная программа. Число часов по греческому и латыни, где в качестве практики читали греческие, римские и республиканские тексты, сократилось. Естество знания было вообще исключено из учебной программы, а курс истории русской литературы, где значительное число авторов поднимали важные общественно-политические вопросы, заменили чтением и разбором наиболее замечательных произведений русской словесности. Тщательно отобранных. Зато увеличилась нагрузка по закону божьему. Впрочем, все эти меры не столько сделали гимназистов верными подданными Александра Александровича, сколько еще больших разозлили. Большевик Борис Горин вспоминал, что к началу 20 века студенческая масса, в общем, была настроена резко оппозиционно. Об этом достаточно заботились деляновские гимназии. Говорил он. Но главная проблема со средним образованием у властей была даже не в этом. Александр III, на словах всячески подчеркивавший свою народность, имел весьма специфические взгляды на то, какое образование нужно народу. С его точки зрения, гимназия, то есть элитная школа с обучением гуманитарным наукам и классическим языкам, готовящая к поступлению в университет и дальнейшей научной или чиновничьей карьере, вообще не была предназначена для выходцев из нижних слоев. Царь, даже как-то услышав, что какая-то крестьянка просит принять ее одаренного сына в гимназию, бросил в ответ. Это ужасно. Мужик тоже лезет в гимназию. Логику самодержавца можно было как-то попробовать понять. Тогдашняя экономика особо не требовала, скажем, от рабочего, крестьянина, солдата или продавца в лавке каких-то специальных навыков, кроме элементарного чтения письма. И даже и без этого можно было обойтись. Поэтому давать им серьезное образование было вроде как и незачем. И даже вредно. Образованные выходцы из низов часто начинали задавать себе всякие лишние вопросы и оказывались в рядах революционеров. В 1887 году Делянов в согласии Александра Третьего издал доклад о сокращении гимназического образования, вошедший в историю как циркуляр о кухаркиных детях. Циркуляр вводил денежный ценз на гимназическое образование. Раньше образование в гимназиях было просто платным и достаточно дорогим. Это уже отсекало значительную часть населения, но в теории талантливый парень из бедноты мог учиться на деньги земства или какого-нибудь меценатца, получая своего рода стипендию. Теперь прямо предписывалось освободить гимназии от поступления в них детей-кучеров, лакеев, поваров, прачек, мелких лавочников и тому подобных людей, детям, коих вовсе не следует стремиться к среднему и высшему образованию. То есть выходцам из низших слоев доступ в гимназии, а следовательно и в университеты был теперь закрыт законодательно. Блин, хорошо, у Путина сейчас нет таких возможностей, а то бы сейчас реально все бы это пошли, даже в ПТУ бы не пустили. Школу закончили и застанок. Вот, причем циркуляр имел и обратную силу. Так, будущий писатель Корней Чуковский, который был сыном служанки, был по нему исключен из одесской гимназии и законченного хотя бы среднего образования так и не получил. Альтернативой для простого народа должны были стать церковно-приходские школы. Это были сельские школы, находившиеся на балансе церкви. Церковные тогда, по сути, означало государственные. Такие школы было куда проще контролировать, чем земские, то есть подчиненные местному самоуправлению. В церковно-приходских школах учились всего год или два. Знания там давали самые элементарные. Письмо, чтение, арифметика. В двухклассных школах была еще история в формате воспитания патриотизма. Но главный упор там делался на нравственные предметы. Закон божий, церковное пение и на втором году обучение церковно-славянский язык. В 1884 году церковно-приходских школ было всего 4000, а к 1894 их число увеличилось почти до 32 тысяч. Правда, современники отмечали, что подавляющее большинство этих школ существовало лишь на бумаге. Глава МВД Дмитрий Толстой предлагал передать введение духовенства и земские школы, но большинство земств отказалось финансировать церковно-приходские школы, а управительства не было на это средств. Поэтому полностью уничтожить светскую начальную школу не удалось. Больше того, земства, стремясь не допустить полного контроля церкви над крестьянским образованием, даже повысили расходы на школы и увеличили их количество. Одной из самых знаковых черт политики Александра Третьего стали контрреформы. Такие реформы наоборот, то есть изменение законодательства в сторону его ужесточения и отмены предыдущих реформ. Целью их была, насколько возможно, ликвидировать либеральные преобразования, Александра Второго и вернуть в России жесткую вертикаль власти. Конечно, полностью ликвидировать земство или суд присяжных и уж тем более ввести обратно крепостное право было явно невозможно. Но, тем не менее, удалось значительно изменить положение дел в России в сторону закручивания гаек. Едва ли не самое сильное раздражение в окружении Александра Третьего вызвало судебная реформа. Как мы помним, при Александре Втором в России был создан независимый гласный суд. Также появились суды присяжных, которые позволили гражданскому обществу влиять на судебную систему. Присяжные возмущали охранителей больше всего тем, что они были склонны оправдывать по политическим делам, слыханное ли дело. Наиболее ярким примером тут было оправдание Веры Засулич, о котором я уже упоминал. В целом, за годы революционного террора суды присяжных оправдали 56% подсудимых по делам о преступлениях, направленных против порядка управления. Между тем, в Польше, где суд присяжных не вводился, оправдательные приговоры составляли лишь 27% случаев. Были и идеологические причины свернуть реформу. Победоносцев считал, что в российском государстве не может быть отдельных властей, независимых от центральной власти государственной. И фактически предлагал постепенно полностью отказаться от судебных уставов Александра Второго. Вернуться к дореформенному суду не удалось, хотя некоторых уступок консерваторы добились. Закон 1885 года позволил смещать судей не только за уголовные преступления, но и за дисциплинарные проступки. В 1887 году разрешили проводить суды при закрытых дверях, если министр юстиции полагал, что публичное рассмотрение дела не должно быть допущено в интересах ограждения достоинства государственной власти. Председатель суда получил право запрещать доступ в судебное заседание лицам моложе 21 года и студентам. Был повышен имущественный ценз для присяжных. Это значило, что теперь присяжными могут быть либо дворяне, либо обеспеченные классы, которые обычно были лояльны власти. В 1889 году политические дела были вовсе изъяты из ведения суда присяжных и переданы судебным палатам. Под удар попала даже крестьянская реформа. Конечно, восстановить крепостное право было уже нереально, но Александр Третий хотел вернуть в деревню сословную иерархию, когда крестьяне подчинялись дворянам, пусть и в неком другом виде. В 1889 году было принято положение о земских участковых начальников. Начальник назначался министром внутренних дел из местных дворян землевладельцев, имевших высшее образование. Земский начальник обладал административной и судебной властью. Он мог уштрафовать и арестовать на срок до 7 дней любого крестьянина своего участка, включая сельских старост, он мог отменить решение волосного суда. Да и сами члены волосного суда назначались земским начальником из представленных крестьянами кандидатур. Фактически он правил на своем участке так же самовольно, как ранее помещик в своем поместье. Принимались меры для поддержки дворян-землевладельцев. В 1885 году был учрежден Государственный дворянский земельный банк, предоставляющий дворянам льготные кредиты на 49 лет под залог имений. Эти деньги по большей части просто проедались. Восстановить рентабельность дворянских хозяйств в условиях отсутствия дармового труда крепостных оказалось нереально. Лишь немногие поместья, да и то в наиболее проладородных черноземных регионах смогли перейти на наемный труд и сохранить прибыльность. Дворяне все чаще разорялись, продавали имения, меняя их на акции доходных компаний и уезжали либо в столицу, либо за границу. Собственно, как раз про такую историю Чехов написал Вишневый сад. Александру Третьему не удалось сохранить помещичью Россию. Она умирала естественным образом, уступая место новому рыночному фермерскому сельскому хозяйству. Процесс, который, к сожалению, был прерван коллективизации. Но сейчас вернулся. Разумеется, среди тех нововведений, которые не нравились Александру Третьему, было иземство. Как мы помним, при Александре Втором было создано местное самоуправление, основанное на принципах выборности. Все жители какого-либо уезда, разделенные на три избирательные курии, крупные землевладельцы, городские торговцы и домохозяйства и крестьяне, могли избрать своих депутатов, как тогда говорили гласных. На три года в уездное земское собрание эти выборы проходили. Земское собрание в свою очередь формировало земскую управу, выбранный орган, который имел достаточно большие полномочия. Земства занимались содержанием местных школ, дорог, больниц, имели право основывать учебные заведения и заботиться о развитии торговли и промышленности. В общем, это было полноценное местное самоуправление, хоть и без силовых полномочий. Полиция подчинялся назначенному губернатору. Причем самоуправление впервые в русской истории не сословное, где существовал ценз и довольно высокий, но основанный на материальном положении, а не на происхождении. Это был колоссальный шаг вперед. Земское самоуправление не устраивало нового царя, потому что давало слишком много власти недворянам и вообще создавало неподконтрольные центру местной власти. Поэтому здесь тоже была предпринята попытка вернуть все к дореволюционному состоянию, насколько это возможно. Однако полностью уничтожить самостоятельность земств правительства не удалось. Местное самоуправление продолжило существовать и выполнять свои функции. В итоге к началу 20 века была создана развитая инфраструктура. Появились сети местных дорог, почти в каждой деревне открылись школы, больницы или хотя бы фельдшерские пункты. Не удалось или же из земства его оппозиционности. Выборные депутаты продолжали задавать вопросы, выходящие за пределы местной повестки. Значительное большинство в земских собраниях составляли либералы. Именно на базе земского либерального движения в будущем возникнут кадеты и октябристы. Отдельно стоит поговорить об экономике России того времени. Здесь политика царского правительства была более неоднозначной. Правительство Александра Третьего вполне осознавало, что России необходимо ускорено индустриальное развитие. Без этого она не могла бы оставаться великой державой. Поэтому после отставки в 1881 году либерального министра финансов Александра Абазы эта сфера оказалась под контролем не консерваторов, а технократов. Министрами финансов при Александре Третьем последовательно были Николай Бунге, Иван Вышнеградский и самый известный из них пожалуй Алексей Кудрин. Ладно, Сергей Витте. Объединяло и умные люди понимающие в отличие от многих в правительстве от самого царя что европейский путь развития для России неизбежен. Как говорил самый откровенный из них Сергей Витте в конце 18 века нельзя вести политику средних веков. Невозможно вести политику несправедливого поощрения привилегированного меньшинства за счет большинства. Правители которые этого не понимают готовят революцию которая взрывается при первом случае. Хорошо сказал. Так и вышло. Эти люди не строили планы конституции как сподвижники Александра Второго и не говорили громко о гражданских правах и прогрессе но все равно продолжали политику модернизации поскольку без этого стране сложно было бы выжить и сохранить свой статус. При этом при Александре Третьем экономика все равно частенько была заложницей политики. Модернизация позволялась лишь до тех пор пока не нарушала русские начала. Так уже первый министр финансов Николай Бунге четко взял курс на завершение крестьянской реформы и создание слоя зажиточных крестьян единоличников которые должны были по его мысли стать новой опорой как сельского хозяйства так и государства в целом. Но крестьяне единоличники пугали правительство видевшее идеал крестьянского быта вообще негде деревня совместно владела землей. В 885 году по инициативе министра внутренних дел Дмитрия Толстова был принят закон об ограничении семейных разделов. Отныне для раздела требовалось согласие не только главы семьи но и двух третей сельского схода. Это способствовало сохранению больших патриархальных семей что по представлениям властей должно было облегчить надзор за крестьянами и предотвратить их разорение. На деле же этот закон ограничил развитие крестьянского хозяйства и привел лишь к тому что в деревне началось перенаселение и общинная земля уже не могла прокормить растущее крестьянское население. Другой стороной модернизации стало увеличение роли государства в экономике. Консервативная модернизация Александра Третьего должна была проходить под жестким контролем государства. В казну выкупались железные дороги которые при Александре Втором были частными причем хорошим менеджментом удалось добиться того что к началу 1890-х годов государственные железные дороги стали приносить прибыль. В 1891 году началось строительство Транссибирской магистрали которая соединела Центральную Россию с Дальним Востоком. Государство активно вмешивалось и в промышленность. Казна поддерживала машиностроительные и металлургические горно-рудные и угледобывающие предприятия льготными кредитами субсидиями государственными заказами. За государственные деньги строились предприятия которые потом приватизировались. Были повышены ввозные пошлины что побуждало зарубежные компании развивать свое производство в самой России. Одновременно с этим привлекали иностранные компании строить предприятия в России. Начался приток иностранных инвесторов изначально немецких а с 1890 французских и бельгийских. В 1870 году иностранные инвестиции в России составляли 26,5 миллионов рублей а в 1900 911 миллион. Вместе все это способствовало подъему российской промышленности защищенной таможенными барьерами от конкуренции заграничных товаров. Конечно заградительные пошлины вполне логично повышали цены и для российских потребителей но власть это не особо волновало. Как писал министр финансов Витте великая цель требует великих жертв. То есть сейчас нужно создать промышленные предприятия провести индустриализацию а потом когда новая российская экономика заработает конкуренция все поставит на свои места. Чтобы финансировать все это при Александре третьем был резко Это привело к тому что в 1891 году в части российских губерний начался голод. Погибло около 370 тысяч крестьян от голода. Более локальные неурожаи и голодовки случались в отдельных уездах каждые несколько лет. Тут важно отметить это нельзя сравнивать с голодомором хотя бы потому что зерно у крестьян принудительно никто не изымал. Бедовало а в другом государство просто не помогало губерниям хотя должно было. Зерно из государственных складов шло не голодающим а за рубеж. Лишь в 1892 году когда масштабы голода уже невозможно было скрыть правительство ссудило голодающим полмиллиона тонн зерна и организовало общественные работы. Помощь оказалась запоздалой и недостаточной. В итоге спасали русских христиан в основном частные филантропы в том числе иностранные. Еще одним важнейшим источником пополнения казны стала винная монополия ввести которую планировал еще Вышнеградский но окончательно ввел Витте. С 1894 года продажа спирта водки и крепких вин объявлялась монополией государства. Формально это было введено с целью поддержания народной трезвости как такая мера государственного контроля за распространением алкоголя. Кстати о разных способах контроля за вот этой сферой у нас был отдельный ролик смотрите. На деле винная монополия постепенно превратилась в источник финансирования казны и государство не только не сдерживало потребление алкоголя но и увеличило его что обычно и происходит в случае вот таких вот реформ как в том ролике и описывали. Императору Александру Третьему приписывают известное выражение типа во всем свете у нас только два верных союзника наша армия и флот все остальные при первой возможности сами ополчатся против нас. Эти слова до сих пор являются лозунгом российских изоляционистов и сторонников особого пути. Но даже если эти слова реально принадлежат императору то его величество явно лукавил. Ни о какой самоизоляции России в те времена речи не шло. Как раз на период правления Александра Третьего пришлась кардинальная перестройка всей внешней политики России. Сначала давайте вспомним что из себя представлял мир во время его правления. Конец 19 века это время когда большая часть земного шара принадлежала пяти европейским империям И эти империи конкурировали между собой за власть над миром. Франция недавно разбитая во франко-прусской войне пережившая очередную революцию и потерявшая значительные территории Эльзаса и Лотарингии враждовалась Германией. Германия только объединилась бурно развивалась и пыталась занять свое место среди великих держав. Великобритания вроде как изолировалась от европейской политики но при этом имела самые обширные колонии и постоянно конфликтовала с Россией в Азии с Францией в Африке и с Германией и вообще почти по всему миру. Основным противником России в этой борьбе империи была Великобритания с которой наша страна вела большую игру гонка за влияние в Центральной Азии. Англичане шли на север из Индии русские на юг из современного Казахстана и рано или поздно эти интересы должны были столкнуться. Как раз в самом начале правления Александра III в 1882 году русские войска заняли город Мерв. Это сейчас город Мары в Туркменистане. Это была последняя независимая территория в Средней Азии. В Великобритании очень возмутилась Аннексия Мерва и дело чуть не дошло до войны. В тот раз обошлось, но России явно был нужен союзник против англичан. Александр III пошел на неожиданный для такого консерватора шаг. Он заключил союз с Францией со страной, которая на тот момент уже 15 лет была парламентской республикой и наиболее ярко воплощала в себя тот самый ненавидимый Александром III либеральный дух. Тем не менее, прагматичные настроения победили. Франция искала себя союзника как раз против Германии, которая один раз уже взяла Париж и грозила новым вторжением. К тому же, у Франции были противоречия с англичанами в Африке, очень похожие по накалу на большую игру Великобритании и России. Переговоры об Альянсе начались в 1886 году, а в 1891 дело дошло до заключения секретного военного союза. В том же году в Кронштадте торжественно чествовали французскую эскадру. В Европе с изумлением писали о том, как русский самодержавец стоя слушал Марсельезу, французский республиканский гимн, в русском переводе включавший слова «Ненавистен нам царский чертог». В самой России при этом русский перевод Марсельезы был под запретом, как революционная песня. Так возник франко-российский альянс, который просуществует до 20 века. Германия же постепенно стала восприниматься как основной враг России. Под это даже придумали идеологию, о якобы извечном противостоянии славян и германцев. Позднее уже при Николае II русско-британские противоречия удастся разрешить и к русско-французскому альянсу присоединится Великобритания. Так возникнет Антанта, один из двух союзов в Первой мировой войне. В 1888 году на станции Борки под Харьковом царский поезд, на котором Александр III и его семья ехали в Крым, сошел с рельсов. Причем царская семья едва не погибла. Спас всех тогда сам император, на своих богатырских плечах удержавший крышу вагона. Однако Александр сильно пострадал, причем один удар, видимо, задел почки. Восстановить здоровье так и не удалось. И это сказалось потом. Спустя шесть лет после катастрофы император простудился на охоте и у него начался нефрит, очень опасная болезнь почек, от которой и сейчас можно умереть, а при тогдашнем уровне медицины спасти Александра было практически невозможно. Император Всероссийский умер через месяц в мучительной болезни 20 октября, 1 ноября по новому стилю 1894 года. Ему было всего 49 лет, его правление длилось 13 лет. И тут не очень хочется быть циничным, но возникает ощущение, что вся история Александра Третьего она как раз про то, как важно уходить вовремя. Самодержавный консерватор процарствовал достаточно, чтобы современники увидели краткосрочные положительные последствия его правления, но успел уйти раньше, чем в обществе начали проявляться проблемы, вызванные его политикой. Александру Третьему повезло править во время, которое получило название Belle Époque, то есть прекрасная эпоха. Время, когда по всему миру или по крайней мере в европейской его части активно развивалась рыночная экономика, рост уровень жизни, а европейские державы уже успели поделить мир между собой и при этом еще не начать есть друг друга и не успели утопить Европу в крови мировых войн. Россию этот тренд тоже затронул, и Александр Третий остался в истории как правитель, при котором было спокойно, стабильно, росла экономика и не было войн. В общем, как идеальный царь. При этом Александр Третий процарствовал всего 13 лет и не увидел, как заложенная им мина загнанного в подполье, но от этого только еще более обострившегося конфликта власти и общества взорвалась. С этим пришлось столкнуться уже его сыну Николаю Второму. Как мы знаем, он с тем кризисом не справился и итогом стал 1917 год и распад империи. Вина за это лежит не только на Николае Втором, но и на его отце, который думал, что можно силой удержать общество от стремления к прогрессу и пытался игнорировать столь нужные обществу реформы. Вот так сегодня. Если понравилось, подпишитесь, поставьте лайк, ставьте колокольчик. До завтра. Субтитры создавал DimaTorzok